В редакцию телеканала Тверской проспект приходят многочисленные жалобы по поводу работ по ремонту тротуаров на улице Ротмистрова. Местных жителей не устраивают методы, которыми руководствуется подрядная организация. На время ремонта никто не подумал ни о комфорте горожан, ни об их безопасности, уверены тверичане. Подробности далее. Улицу Ротмистрова в московском районе Твери важной транспортной артерией для города не назовешь, а потому долгое время ремонтная техника сюда не заезжала. При введении в порядок асфальтового покрытия местные жители ждали долго, а дождались лишь в этом году. Улица Ротмистрова попала в график ремонта дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Однако, если асфальтовое покрытие дорожные службы привели в порядок быстро и, по крайней мере, на первый взгляд качественно, то вот про тротуары подобного точно не скажешь. На половине асфальт обрывается, и провалившись в такую яму, можно точно что-нибудь себе сломать. Словом о комфорте горожан никто не подумал. Из всех мер предосторожности лишь вот такие пластиковые ограждения, которые даже не стоят, а лежат на боку вдоль дороги. Об альтернативных и, главное, безопасных путях передвижения подрядчик также не позаботился. Либо идешь по обрывистому асфальту, либо по проезжей части. А в районе старой малоэтажной застройки, подавляющей большинство жителей, люди пожилые, для которых передвигаться по таким буеракам – занятие не только малоприятное, но и опасное. – Насколько неудобно ходить вообще по таким тротуарам? – Очень неудобно. – Конечно, неудобно. Идешь и оглядываешься, идешь и оглядываешься. – Хотя бы одну сторону сделали, чтобы можно было на каком-то, а то все изрыли сразу. Надо как-то чередовать. Одну сделали сторону, потом другую. А то люди мотаются, ни туда, ни сюда не пройти. Известно, что ремонт тротуаров на данном участке осуществляет Тверская компания. Запланированный срок окончания работ – 30 сентября. Если в заявленные сроки подрядчик пока укладывается, то вот к методам проводимых работ претензии со стороны местных жителей вполне оправданы. Наш телеканал направил официальный запрос в адрес администрации Твери, которая осуществляла выбор подрядчика и будет принимать участие в приемке работ. Однако ответов даже спустя неделю мы не получили. Как соблюдаются меры предосторожности на данном участке? Были ли они согласованы с городскими службами? Эти и другие вопросы, что называется, повисли в воздухе. И хорошо, если ремонт тротуаров на данном участке пройдет и никто не покалечится. В противном случае профильным инстанциям придется отвечать на вопросы не нашего телеканала, а следственных органов.